Долгожданное продолжение книги Александра Артамонова «Без права на возвращение. Дорога домой». Приобретайте во всех магазинах страны. Исключив потери среди жителей Израиля, и исключив потери даже среди военных Израиля, Иран решил Нетаньяху возможности объявить о терроре со стороны Ирана и тем самым втянуть в эту войну, исключил возможность втянуть в эту войну Соединённые Штаты Америки, ни много ни мало. Потому что тем же штатникам, для того, чтобы начинать войну, втягиваться в эту войну, разворачивать там группировки какие-то, а на это нужно много сил, средств, долларов, и нужно выделить. Это нужно оправдать. А когда удар такой, который ни к чему не привёл, но показал мощь Ирана, у Соединённых Штатов Америки, у руководства США, с чем выходить в Конгресс? Ну с чем в Конгресс выходить? Не с чем. А начинать бомбёжки Ирана с американских авианосцев, надо тоже чем-то это обосновывать. Это раз. А во-вторых, у Ирана есть система противовоздушной обороны. Неплохая. У них комплекс есть Вера-373. Он же давно состоит у них на вооружении, уже несколько лет он создан. На базе С-400 нашей. И как иранцы заявляют, что он лучше С-300. Ну, может быть. Потому что С-300 всё-таки машина далеко не новая. Мы поставляем им экспортную версию, которая заведомо хуже, чем те С-300, которые стоят у нас на вооружении. Это понятно, все прекрасно понимают. Поэтому вполне возможно, что они свою веру сделали получше, чем эту экспортную версию 300. Но это так, иначе многоканальная система противовоздушной обороны, которая способна поражать и низковысотные цели, и высотные цели, и бороться с баллистическими ракетами тактического радиуса действия. Таким образом, удар американ... Да, да, что у Ирана имеется где-то около 300 самолетов, из которых где-то 120 самолетов вполне себе современных. Включая американские F-14, в которых есть ракеты с дальностью боя 160 километров. То есть американцы, вступая в войну с Ираном, должны понимать, что они будут действовать в пространстве Ирана, в зоне радиолокационного наблюдения Ирана, обеспечить информационное превосходство над ПВО Ирана им будет проблематично. Вот в условиях противодействия современных средств противовоздушной и противоракетной обороны, и для этого два авианосца ничего сделать не смогут. Есть еще важный нюанс, что в ударе, одновременно в ударе с одного авианосца может быть поднято на удар не более 24 самолетов, но может быть 30 максимум. С двух это всего 60. Ну и как такими силами воевать? Поэтому для того, чтобы начать там воевать против Ирана, против фотоавиа мощи для ПВО, им нужно создать группировку авиаций. Численностью не менее 1000-1200 машин, из которых где-то не менее 600-700 должны быть именно боевые истребители. Где их базировать? Кто даст им аэродромы? Израиль может постараться дать, но, простите меня, оперативная емкость аэродромов в Израиле не столь велика, чтобы разместить 1000 машин или там 1200. Значит, нужно Саудов. А Саудов дадут или нет? Большой-большой вопрос. Грады дадут. Поэтому у американцев проблема, как воевать против Ирана, если у них нет плацдарма. Для того, чтобы начать хорошо эффективные боевые действия, нужно иметь возможность разместить свою группировку авиации на удалении хотя бы не более там 300-400 километров от границы. А Ирак разве не под их контролем? Нет. Там сейчас ведутся боевые действия, бьют по американским базам. Если там начнут разворачивать эту авиацию, то начнут жечь там все и ракетами бить по этим базам. Там чем-то мне напоминает Афганистан. Они сидят в своих базах и не высовываются сильно оттуда. Так что тут все. А Ирак там не тот вариант. Турция тоже не даст. С Турцией особо поговорим. Поэтому американам сейчас очень тяжело там что-то начинать. Для того, чтобы там начать эту воздушную операцию, наступать опять, американам нужно перебросить порядка полутора-двух миллионов тонн различных материальных ценностей. Топлива, комплектующих, боеприпасов, ну вот этого всего, такого нудного, но без которого никто ничего летать не может. В продовольствие для ребят надо. Наконец-то надо размещать, перекинуть туда технику, которая обеспечивает работу авиации с наземных аэродромов. Много чего надо. Полтора миллиона тонн надо. Чтобы все вот это начало, нужно, чтобы Конгресс выделил соответствующие деньги. Ну и Сенат тоже. А для того, чтобы Конгресс и Сенат на все это согласился, да еще Госдеп провел еще большую работу по принуждению, значит, той же Саудовской Аравии или кого-нибудь еще к размещению. Причем нужна большая страна, Саудовская Аравия, там в Дохе какой-нибудь, там в Катаре или еще нет, этого мало, там оперативная елкость очень маленькая. Для этого нужно вообще длительное время. А для того, чтобы все это провернуть, нужно очень большие основания. Какие основания потребовались для того, чтобы начать войну против Ирака и против Афганистана? Катастрофа, провокация в башнях-признецах. Вот такого масштаба нужно. Поэтому они, израильтяне, вернее, не израильтяне, а Нетаньяху, изо всех сил и хочет, чтобы Иран ударил по Израилю с максимальным количеством жертв среди мирного населения. Нетаньяху специально и его команда, уже можно об этом открыто сейчас говорить, 7 октября, сделали все от них зависящее. То, что вы смотрите, это ознакомительный фрагмент. Полную версию смотрите на нашем премиум-канале по ссылке в описании. Новым пользователям 7 дней бесплатно. Субтитры создавал DimaTorzok